Добрый день, дорогие друзья! 27.03.2021 года. Канал Галина Амельянец. Пихонечко говорю, чтобы слышали, как шумит море. Спускаюсь на пока еще открытый, в связи с межсезонним, пляж Черноморец. А потом сюда уже тоже сложно попасть. Вообще почти везде по побережью попасть достаточно сложно. Кроме вот эти искусственные песчаные пляжи, на которых я лично чувствую себя весьма неуютно. Вот, спустилась. Вот, и пойдем сейчас гулять. Прогуляемся по этому пролету. Здесь знаменательный, как бы, камень, я бы сказала, черноморский. Вот, от каких-то глобальных строений. Какой-то эпичный эпох. Вот, сегодня нечистая вода. Может быть, потом останется силой и, как говорится, байк. И мы тогда по вот прям по этому мостику. Когда-то здесь останавливались. Это Геленджик. Да, я, кажется, не сказала. А останавливали здесь, у этого причала, такие катера и глиссера. И можно было на вот этих вот водных лыжах. Котицы показывали тут всякие суперклассы. И сейчас прибамбасов много и других. Это вот естественный галичный пляж. Видите ли, проход закрыт. Крупная такая, но обточенная галька неискусного характера. Море волнуется сегодня. Вот, но мы попробуем не пройтись. И вот, по камням большим, какие-то перепады. Море разговаривает. Здесь, можно сказать, неплохой пляж. Здесь сохранилась такая любопытная камушка. Которая, с которыми можно, конечно, детям играться. А взрослым весьма-весьма познавательно изучать структуру минеральных темообразований вот этих всяких камней. Ведь синеватый оттенок камней, сероватый. Большая примесь вот как раз-таки цемента. Желтоватый, глина. Красноватый, медий. И, берем, кирпич уже окатанный. Ну и так далее. Белые кольцы. Сегодня вот такое море. Ой! Никто нас не сопровождает. Ни одна чаечка. Вообще, хочу сказать, что сегодня, на удивление, у меня прикормлены птички возле окна. Сегодня никто не чирикал. И никакая птичечка песенку не пропела. В связи с чем, не знаю. Может быть, будет опять какая-нибудь такая погодка. Вот так я разворачиваюсь с одной точки, пока вот какая туча формируется. Красивая. А по другую сторону уже сойдет на голубое небо. Ну и бутылочный, грязный бутылочный. Такой красивый, насыщенный оттенок. Море, которое чистит себя бедное. Самое бедное, прекрасное, лазурное, любопытное, мощное, сильное. Дорогляю, море. Вы насыщаетесь, конечно же, его энергетикой. Энергетика воды. И, как говорят, падающая вода придает силу, несет много энергии. Да, проснулись бы мы, да понимали, как это все стяжать в хорошем смысле на себя. Эту силу воды, силу ветра. Такую достойную силу окружающей среды. Мы стали ленивы. Если утром рано, рано мы встанем и подойдем, сейчас, говорит, вдохнуть у моря, у природных, каких-нибудь источников, вдохнуть глубоко и отправить вверх во славу этого мира, Бога, конечно, во славу мира, то эту энергию к тебе прибудет с торицей. Правда. Живая, чистая энергия до восхода солнца. Или в самом начале восхода. Образуется, формируется само естественная природа. Посмотрите, там вдалеке пляж Черноморец. А вот это пляж, по которому я иду. Извините, Кавкад. Что-то путаю я. Вот этот камень, такая панорама. И идем с вами по той же кромке моря. Вот этот пляж, смотрите, здесь уже маленькая. Но это все естественная галька. Одно удовольствие лежать. Во-первых, массажик такой приятный. А здесь, вот смотрите, это уже естественный. А вот пляж, по которому до этого я делала репортаж, он же искусственно насыпной. Понимаете? В чем разница? Это вот, естественно, массаж для стоп-ног, на которых расположены все, все, все точечки, точечки, связанные с любыми органами. Ходить очень сложно. Босичком, у кого особенно плоскоскопия. Ой, поднимусь немножко вверх, покажу вот тут вот скала. Вот такая скала. И там вверху маяк. И маячник. Вот впереди пляж, что я показывала. Названия сейчас изменились по-европейски. Резорт, рецепт, т-т-т. Называется. Потом, может быть, сфотографирую, забываю. Вот уже по возрасту. Нет, нет, что-нибудь, да. Не забывается где-нибудь до провала. Так. Ну, мы продолжаем путь дальше. Вот. Путь продолжаем дальше. Вот здесь вот такие, естественно, каменистые. Каменистые отвалы. Видимо, все-таки оставшиеся от какой-то огромной структуры, которые вот здесь. Вот представлены. Какой-то камень, какая-то скала. Кто здесь жил? Хоть история нам все это рассказывает, но вопросы премного оставляет. Что за монументальные строения здесь были. Так, а вот у нас уточка. Что-то тут делает. Маленькая. Лев, кто это? Это лебеденок. Лебедуся. Кто это у нас, а? Вот уж мы набрели. Маленький, я не обижу тебя, не обижу, нет. И нифига, кроме орешков, нет. Не бойся, я тебя не обижу, нет. А только тебя пощелкаю. Вот уж кто. Не бойся, не бойся, нет, нет. Ой, разговариваю вам, не показываю. Ах ты мой зайчик. Ах ты мой крохотунчик. Красотунчик маленький. Вот он он, вот он он. Не бойся, не бойся. Не знаю даже. Вот надо выходить, все-таки брать с собой еду. Не знаю мы кому. Ну вот, что-то уже штормила и выбросила тебя. Ах ты мой красавчик, я тебя не обижу. Животное слышит, а не успокаивается, когда им такое говоришь. Ну хорошо, помочь мне нечем. В руки не дастся. И там что еще такое лежит? Все не видишь, а то еще покажешь, какие у них страсти. Вот эти вот. Ну понятно, что тут якобы, может быть, и были эти многочисленные волнорезы, остатки. Но все же не все так просто. Так, вот лежит какая-то скала. И этот волнорез лично вообще не припоминаю. Но может и так. А тот камень чрезвычайно древний, который вдалеке. Ну не так уж он вдалеке, легко к нему заплыть. Местность здесь совершенно каменистая. Вот, оставим это животное само собираться. Вот тут чайка. Чайка приплыла. Может, хочет тоже помочь попавшему в беду. Занесло малыша. Ну ничего, я не буду вас обижать. Конечно же. И продолжаем дальше. Так, я знаю. Тут даже я набедокурила. С величием, да? Набедокурила. Так, тут у нас осмотрим все. Ну, там же...